Приветствую, друзья! Нападение Хамаса на Израиль было тщательно продуманной и спланированной акцией. Неудивительно, что сразу после нападения все эксперты и аналитики стали искать, ну кто же стоит за этой атакой, ну просто потому что самостоятельно спланировать, подготовить и осуществить атаку такого масштаба, Хамас не мог. Прямых доказательств чего-либо участия в подготовке нападения пока нет. Так, например, авторитетная газета Wall Street Journal со ссылкой на свои источники утверждает, что за операцией Хамаса стоял Иран. Однако источники не менее авторитетного издания New York Times настаивают, что иранские духовные военные лидеры были удивлены атакой и ничего про подготовку операции не знали. Безусловно. Именно сейчас террористическая атака на Израиль выгодна Ирану. В последнее время при поддержке США на Ближнем Востоке наметилось сближение Израиля и Саудовской Аравии. В такой конфигурации Иран во многом терял свои политические и экономические позиции в регионе. Мы знаем, насколько тесны связи между иранской военной верхушкой и Хамасом. Руководству корпуса Стражи Исламской Революции не составило бы труда донести до боевиков Хамаса простую мысль, что если сближение израильтян с саудитами очень опасно для Ирана, то для существования Хамаса оно просто губительно. Но парадоксальным образом атака на Израиль на руку в некотором смысле и американской администрации. Через год в США состоятся президентские выборы. С достаточно высокой долей вероятности мы увидим ровно то же противостояние Байден-Трамп, что и на прошлых выборах. Администрация Байдена достаточно много сил и ресурсов вложила в поддержку Украины. На мой взгляд, конечно, можно было и нужно больше, но все же сейчас Америка все равно главный реальный союзник Украины. Вместе с тем, во внутриполитической борьбе между демократами и республиканцами Украина используется как болевая точка для критики Байдена. Республиканцы умело продают понятную американскому электорату картину. На помощь Украине потрачены сотни миллиардов долларов ваших налогов, а победить Путина Байден не смог. В этой ситуации Джо Байдену очень нужна победоносная кампания на международной арене. Он не может принципиально усилить помощь Украине и вышвырнуть оттуда Путина. Не может, кстати, не потому, что Америка слаба. Нет. Не может из-за дурацких опасений, что молниеносный разгром Путина породит неконтролируемую нестабильность в России. Но вот помочь Израилю зачистить Хамас или, по крайней мере, создать такую картинку Байден, в принципе, может. И американский флот в Средиземном море картинку эту уже создает. Поэтому да, нападение Хамаса в каком-то смысле играет на руку нынешней американской администрации. Нападение Хамаса на Израиль, причем жестокое резонансное нападение, безусловно выгодно Кремлю. Путин не смог добиться изначально поставленных целей в Украине. Но я имею в виду смену власти в Киеве, переход под свой контроль всей юго-восточной и центральной Украины. Затем Кремль потерял стратегическую инициативу и вынужден был перейти к обороне, медленно уступая позиции украинской армии. Путинская тактика от Блицкрига поменялась к позиционной войне, на истощение, в которой у него больше ресурсов. И он явно тянет время. Путинская идея заключается в том, что если дождаться возвращения в Белый дом Трампа, то Америка ослабит помощь Украине и вынудит ее заключить мир на путинских условиях. Я не говорю, что это реально случится, но судя по всему, Путин думает именно так. Чтобы этот план, план дождаться Трампа сработал, нужно не дать Западу вооружать Украину опережающими темпами. А для этого нужно, чтобы Украина и агрессия против Украины исчезли из информационной повестки. И масштабная, хорошо задокументированная атака на мирных жителей Израиля на время убрала Украину с медийного поля. Там, где раньше новости BBC или CNN начинались с репортажем о ракетном ударе по Харькову или Одессе, то теперь это новости из Израиля и сектора Газа. Нападение Хамаса в значительной степени вытеснило Украину из новостного потока. И это объективно выгодно Путину и Кремлю. Поэтому я считаю, что случившееся в Израиле с высокой степенью вероятности происходит, если не при поддержке, но во всяком случае при молчаливом одобрении Кремля. Тем более, что недостатка в контактах российского МИДа и Хамаса не наблюдается. Но главный бенефицар атаки на Израиль и создание напряжения на Ближнем Востоке, это, конечно, Китай. Который вроде бы и географически, и политически стоит в стороне от конфликта и от Украинского театра военных действий. Но именно тень Китая видится за всем произошедшим. Зачем это ему? Чьими руками действует Китай? Сейчас объясню. Китай это вторая экономика мира. Он всего лишь чуть-чуть отстает от США по ВВП. Но сильно проигрывает Штатам по влиянию. И очень похоже, что Китай решил, что пришло время переформатировать мировой порядок под свое политическое и экономическое могущество. Это нужно Китаю по внутренним причинам. Исчерпание действовавших драйверов экономического роста, стагнация внутреннего потребления и монополизация власти Синьцзиньпиньиным привели к кризису, из которого страна ищет выход. На международной арене у Китая на самом деле тоже не все гладко. Запад по разным причинам начинает перенос производственных мощностей из Китая. Вводятся ограничения на торговлю и поставки в Китай современных технологий. Все это еще больше замедляет и так имеющиеся проблемы с ростом в Китае. Китаю и по политическим, и по экономическим причинам нужна экспансия. Поэтому Китай идет в Африку, поэтому Китай идет в Центральную Азию. Поэтому усиливает свое влияние в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Поэтому, к слову, Китаю нужен Тайвань. При этом китайские лидеры понимают, что прямой штурм Тайваня не очень хорошая идея. Во-первых, Тайвань ценен своей высокотехнологичной промышленностью, которая имеет важную долю и место на мировом рынке. Зачем разрушать этот потенциал при захвате? Они же не такие дикари, как Путин. Во-вторых, у Тайваня пусть небольшая, но хорошо вооруженная армия. Да и американцы могут вмешаться, тогда уж сам Китай понесет потери, столкнется с ущербом. Все это делает прямую интервенцию, слишком накладной и рискованной. Вместо войн Китай создает международные структуры. Вот, например, есть ШОС, Шанхайская организация сотрудничества. Она создана лидерами Китая, России, Казахстана, Таджикистана, Киргизии и Узбекистана. Позже в ШОС вступили Индия, Пакистан и Иран. Вроде бы стран-членов много. Но на самом деле это Китай сделал себе такое ОДКБ. Только не как у Путина, а для взрослых. Или вот БРИКС расшифровывается как объединение стран с динамично развивающейся экономикой. Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. Но только очень наивные люди могут считать это равноправным партнерством. БРИКС это давно Китай и его в некотором смысле массовка. Самый выгодный путь и вариант для Китая это восстановление послевоенных принципов мироустройства. С разделом мира на сферы влияния. Только место СССР в этом переучрежденном мире должен занять Китай. Конечно, с таким подходом категорически не согласна Америка. Так вот, как подтолкнуть Америку к такому решению? Глобальная дестабилизация заставляет Штаты уходить из периферийных регионов. Холодная война закончилась. Исчез пугавший американцев призрак коммунизма. И теперь у американских избирателей осталось гораздо меньше стимулов тратить свои деньги на роль мирового полицейского. А чем больше локальных конфликтов, тем больше надо тратить американских налогов на малопонятный электорат у заграничной компании. Нарастание локальных конфликтов по всему миру приводит к нужному Китаю результату, но без острого противостояния с Западом. Пока Китаю не хотелось бы выходить на прямую конфронтацию. Запад является поставщиком технологии и рынком. Непосредственный конфликт с Западом в среднесрочной перспективе нанесет Китаю неприемлемый ущерб. Поэтому для создания очагов напряженности по всему миру Китай использует Прокси. Вы еще помните Пригожина с его ЧВК Вагнер? Вот Пригожин был Прокси у Путина. Такая вот кукла, которую Путин надевает на руку и делает вид, что нас там нет. Нас нет в Африке, нас нет в Сирии. Это не мы набираем зэков на войну в Украине. И так далее. Удобный прием. Все понимают, кто за этим стоит, но формально Пригожина ЧВК. Пригожин выполнял функцию Прокси за деньги. Путин выполняет функцию Прокси у Китая, но только не за деньги, а за стеклянные бусы своей личной власти. Война в Украине преступная и бесчеловечная. Эта война не выгодна российскому народу, не выгодна российскому государству. Но она объективно также не выгодна путинскому окружению. А вот Китаю выгодно, как и война в Сирии, как и масштабный теракт Хамаса в Израиле. Китай перестраивает мировой порядок в своих интересах и делает это чужими руками. Руками таких дурачков Прокси, как Путин. Ну или Хамас. Почему дурачков? Во-первых, что случается с Прокси, когда они начинают думать о себе слишком много? Ну да, пример Пригожина нам всем в иллюстрацию. Во-вторых, как будет выглядеть тот миропорядок, который Путин и другие строят для Китая? Ну это легко посмотреть. Вот карта, как китайцы видят свою территорию. Ну да, часть России они видят своей. Это и есть тот миропорядок, за который бьется Путин в интересах Китая, бьется в Украине. И скорее всего, так или иначе, бьется на Ближнем Востоке. Бьется ресурсами нашей страны, бьется, поставив на кон наше будущее. Счастливо вам. Подумайте, выгодна ли нам всем такая смена мирового порядка. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!